Антропология отметила 16-летие. По этому случаю бутик на время превратился в вокзал для двоих. О том, как встретили покупателей творческую задумку в следующем репортаже. Товарищи пассажиры, наш поезд прибывает в пути антропология. Таким объявлением в 6 часов вечера 1 декабря антропология начала празднование своего 16-летия. И на все время действия любимый тверетянами бутик превратился в вокзал. Точнее, вокзал для двоих, потому что именно сцены из этого знаменитого фильма стали основой всего праздничного мероприятия. Наша антропология – это ваш вокзал для двоих. Все, что мы делаем, мы делаем для вас. И так же, как в этом фильме, мы хотим внести в этот иногда суровый мир все самое светлое, красивое, человечное и модное. В классике советского кинематографа антропология прощается уже не впервые. В прошлые годы это были 12 стульев, и место встречи изменить нельзя. От этих вечеров веет духом классических русских романов и пьес, где описываются традиции проведения домашних театральных постановок. Когда собирался ближний круг, и своими силами ставились спектакли, на которые приглашались родные и соседи. Так и здесь, чтобы порадовать своих любимых клиентов, ставших за эти годы практически друзьями, членами одного клуба под названием «Антропология», ее сотрудники пишут сценарии, разучивают роли и с удовольствием воплощают их. Выбранная в этот раз тема под названием «Вокзал для двоих», по мнению организаторов, как нельзя лучше подошла еще и потому, что не за горами встречи Нового года. Потому что «Вокзал» — это то место, где люди знакомятся друг с другом, узнают друг друга потом еще лучше и больше. Возникают дружеские или даже любовные отношения. И это как раз то, что ценно в этом мире, и то, что мы вам желаем всем испытать в Новом году. Много любви, дружбы и позитивных эмоций. Это было интересно, ярко и весело. В финале по традиции розыгрыш с главным призом на этот раз в 160 тысяч антропологических рублей. И много других замечательных подарков от бутика в честь его дня рождения. Поздравляем!